Вот слушай, друг, вот у тебя прическа, она вообще девушек не привлекает. Да? Да. Почему? Да, да. По-моему, вообще... Нет, нет, ее надо наоборот, наоборот. В другую сторону, в кровати в шерсти чешить. Да, да. А так, что ли? Нет, чтобы челка была, чтобы была челка. Так, что ли? Да, и еще голову помыть и будет вообще ничьсяк. Нет, а при чем здесь челка, то есть, почему надо закрывать лоб, я понять не могу. Она наружная, ты понимаешь? Имидж, имидж, вот такой вот, который, знаешь, вот извини за выражение, пидорастический, вот так вот на бок, наверх вот это делать, это вот я не знаю, это не привлекает. Почему? По-моему, очень интеллигентная прическа, чуть не нравится. Ну интеллигент, ну а зачем ты должен девушке быть? Нужен интеллигент. Ну, наверное, чтобы она всю жизнь не жила с тупым быдлом, который потом сопьется и станет любить. Я мужик, я сказал, я пошел. Я гуляю с пацанами, я пью пиво, хожу на дискотеки, она сидит дома. Просто я раз вот на нее рябку нахуйся. То есть, она боится тебя? В какой-то мере, да. Ну, а ты думаешь, можно построить отношения на страхе? Ну, они же пять лет живут на страхе, да? О, деловой! Ты откуда, дед? Ты на пистолет его похож. А ты похож на его член. Так вот, слушай, почему, почему ты говоришь деловой? То есть, если на человеке надет пиджак стоимостью полторы тысячи рублей, почему он становится деловым? Я бездельник, я не работаю практически, сука! Это же, 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 я забыла! Я забыла, кто это! Я забыла, как! Что ты говоришь? А, Юрий Хованцкий? Правильно, Юрий! А, я правда. Что, реально? Спасибо, спасибо. Приятно, приятно, когда узнают. Ясно. Ну, ладно, девочки, можете хотите что-нибудь передать привет кому-нибудь из школы? А, ты снимаешь? Ну, я же Юрий Хованский, я постоянно снимаю, это моя жизнь. Ну, я передаю привет своей маме, папе его. Ну, я тоже. То есть, ты думаешь, что твоя мама смотрит Юрия Хованского? Да, конечно! Ну, ладно, я не знаю, мне кажется, из моей школы очень. Я передаю привет своей подружке Насте Молитиной. А я Наташа Валуева. Это не дочь Коли Валуева? Нет. Нет? Нет. Прикольно. Ну, она на обезьяну похожа или нет? Да, очень. Значит, это дочь Коли Валуева. Вы не могли найти развлечения поинтереснее в каникулы, чем сидеть в видеочате? А, я прочитала книгу Селлинджера «Над пропастью ворожей» и меня больше ни одна книга не интересует, как вообще. А, ну типа максимализм, да, и протест и всё такое. Но ничего, ты поумнеешь однажды, повзрослеешь, мадам. Нет. Я могла бы ещё играть с компьютерными играми, но они мне тоже не очень интересны. Ты могла бы играть в отношениях с людьми противоположного пола? Нет. Это Токио Хотел и что это за плакаты? Это Блэк Вилл Брайт Тенди Бирсек, просто на другой стороне была не очень... Ну, ну, по-не очень, которая мне нравится. Вот здесь плакат собаки. Нет, плакат блок машин. Что это за машина? Тойота ещё какая-то. А не умеет вилять хвостом. У меня сестра твоего возраста. Ммм, ты. Ну, то есть она была твоего возраста, когда умерла. Вау. Да. Я общаюсь с интересным человеком. Что с интересным человеком? То есть ты думаешь, что если у меня умерла сестра, это интересно по-твоему? Нет, с нами просто интересно общаться. Этими приёмщиками оперируют все педофилы. Ну, мне напоминаете, кто-то видеоблогер. Я слышал вяленькое ура. Она просто аниме смотрит, и у неё всякое такое есть. А с ней фоль. Вы знаете, вот вы мне какого-то блогера, только вообще не помню никакого. Блогера? В смысле ЖЖ? Нет. Тамблер? Ютуб. На Ютубе можно блоги вести, писать. Тамблер можно или что? Нет, ну, видеоблогер, что есть. Люди записывают на видео то, что могли написать текстом? Это называется видеоблог? Да, видеоблог? Нет, ну да, типа такого. Какой в этом смысл вообще? Ей неудобно спать на моей подушке. Женщина очень привередливая. Мужчина может спать на полу. Главное, чтобы ему таракан в нос не заполз, а дальше это ерунда всё. Это единственное, что я боюсь, что таракан заползёт в нос. Я спала, и мне захотелось выйти, а кровать целая посередине комнаты, и я сначала влево пошла, потом в право слезу с кровати, начала блуждать, я запутывалась, но потом я увидела, когда кто-то включил свет и вышла на него. Ну, это не самая криповая история про комнату. Один мой приятель, ну, когда мы жили в общаге, он проснулся ночью пьяный и нассал в угол. Он просто подошёл, ну, он не искал даже выход из комнаты, чтобы оказаться в уборной, он прямо подошёл в угол и нассал в угол. Даже такое бывает? Бывает ещё не такое, я тебе скажу. До свидания. У нас с тобой похожая прическа, да? И я тут общался с такими, ну, унтерменшими, отборными просто, блядь, дегенератами. И они говорят, что все, кто так, ну, причесывается, те гомосексуалисты, и надо, типа, пацанскую прическу, надо стричься, нужна чёлка на лоб и всё такое. Это просто колхоз. Да, да. Так вот, как ты думаешь, мы могли бы с тобой встречаться? Я имею в виду не то, что тебя как человека, да, а тебя, собеседника. Собеседник, да, нехороший. Ну, это видно, да, люди с такими татуировками наверняка хорошие собеседники. А чё татуировка тебе мешает? Не, я наоборот говорю, что это, ну, татуировка это признак интеллектуального превосходства, очень талантливого человека и всестороннего... Ты чё типа хочешь меня как... Что? Подколоть, что ли? Я не хочу тебя подколоть, ты сам себя обкалываешь стероидами, чтобы накачаться, чувак, чё ты начинаешь? Вот ты прицепился ко мне с дороги, это камера всё, увеличивая, делает... Если что увеличивает камера, это желание женщин тебя трахать, серьёзно, больше ничего. Вот и да. Микрофон. Ну, тогда давайте изобразите какую-нибудь миниатюру, потому что иначе смысла в общении просто нет. Вот ты, которая слева, девушка тёмненькая, ты похожа на Харрисона из Битлз. А ты, девушка справа, похожа, ну, на любую, на любую российскую женщину. Так, ты должна исполнять сейчас соло из какой-нибудь песни, скажем, Yesterday, а ты должна плакать под неё. Харрисон, давай! Ну, давайте мою задумку, это не самая страшная задумка, у меня в голове ужасные мысли, но это самое безобидное. Давайте её поплатим, ты играешь соло. А ты плачешь, да. Да, да, всё, отлично. Спасибо, вы были лучшими собеседницами. Спасибо. Харрисон приглубил девочку, очень мило. Если хочешь быть настолько интеллектуально развитым, чтобы составлять женщин на разных концах света считать себя мёртвыми битлами, то я рекомендую тебе курсы по нейробиологии, которые помогут разобраться в том, как устроен мозг и как можно это использовать в жизни. Ссылка в описании.